Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье и тренировках жизни. Этим выпуском я хочу начать цикл видео на тему продуктов пчеловодства. Меня просили осветить эту тему и действительно есть чем поделиться. Я хочу рассказать обо всех основных продуктах пчеловодства, но будет разное видео. Я каждому видео посвящу какой-то конкретно один продукт пчеловодству, потому что они сильно отличаются друг от друга по своим целям, по лечениям определенных, допустим, болезней, по оздоровлению. Одним подходят одни продукты, другим не подходят. И действительно нужно каждое видео отдельно посвятить этой теме. В этом видео я расскажу о меде, о том, что человечество накопило информацию за последние 50 лет о меде. Начиная с 70-го года и все исследования, которые проводились, все основные выводы из этих исследований вы узнаете в этом видео. Я расскажу действительно, работает ли, например, мед в лечении заболеваний желудка, заболеваний горла, при пневмониях, при раковых заболеваниях, при лечении кожи, при лечении желудка. Работает ли это все? Если, например, у вас сахарный диабет, можно ли вам мед или нельзя вам мед? Все основные вопросы, которые, возможно, у вас могли возникнуть, я постараюсь осветить в этом видео. И это будет короткая выжимка и очень полезная, ценная информация. Я очень рекомендую вам посмотреть это видео, потому что я сам практикую уже продукты пчеловодства уже около 10 лет. Хотя с детства люблю это все, но около 10 лет уже регулярно. Есть определенная схема, как нужно принимать продукты пчеловодства. Мед нельзя есть постоянно, например. Пчелиную пыльцу нельзя есть постоянно, пиргу нельзя есть постоянно. Я расскажу вам именно про мед, как нужно применять мед. Но в дальнейших передачах следите, в ближайшие месяцы будут выходить. Я расскажу о пчелиной пыльце, о пирге, так называемый пчелиный хлеб. О всех основных продуктах пчеловодства, которые могут вас оздоровить, которые могут ваше здоровье сделать крепким. И отодвинуть старость и старение вашего организма как можно дальше, потому что это действительно работающий продукт. Это действительно работающий, это просто дар человечеству. И вы должны об этом знать и уметь этим грамотно пользоваться. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, но мы продолжаем. Древние свитки, шумерские глиняные таблички, гиппократы, авиацина, священный коран, библия, везде упоминается о меде. Примерно приписывается около пяти с половиной тысяч лет уже этому продукту, продукту, меду. То есть так давно он возник на нашей планете. Но по некоторым данным, и довольно убедительное доказательство есть, что мед уже был даже около восьми тысяч лет назад. То есть восемь тысяч лет примерно человечеству уже известно, что такое мед. И все это время он существует с нами и постоянно находится у человека рядом, помогая ему оздоравливаться. Но только раньше люди не совсем понимали так сильно хорошо, как сейчас мы уже понимаем, что можно оздоравливаться, что можно сделать, как можно укрепить свой организм. Друзья, чтобы разобраться в этом продукте, я предлагаю вам посмотреть так, как я смотрю обычно на вещи, так как я занимаюсь какими-то своими исследованиями. Прежде всего для себя, чтобы узнать этот продукт и для своих родных и близких. Я смотрю на продукт практически под микроскопом. Я хочу понимать, с чего состоит мед, что содержится в нем, какие вещества, какие, допустим, витамины, какие минералы, какие молекулы, какие биоактивные вещества. Потому что, понимая, из чего состоит мед, вы можете понять, как он действует на ваш организм. Хотя бы понимать основные вещи, которые в меде содержатся. Например, вы, наверное, знаете, понимаете, что мед сладкий, а значит, он состоит в основном из углеводов. Действительно, большой процент этого продукта – это углеводы. Мед содержит все необходимые витамины, которые вообще существуют. Все витамины. Но в маленьких количествах. Поэтому, если вы думаете, что мед – это то, что может снабдить ваш организм необходимыми витаминами, это не совсем так. Потому что вы не сможете так много с меда съесть, чтобы насыть организм витаминами. Поэтому не рассматривайте мед как источник витаминов. Мед – это гораздо более сложное вещество. И постепенно в этом видео вы разберетесь, о чем я говорю. Вы должны понимать, что меда не нужно употреблять много. Вы должны меда употреблять максимум одну столовую ложку в день и употреблять ее натощак. Это вся ваша дневная норма, которую я вам рекомендую. Утром вы проснулись, вы, допустим, выпили теплой воды натощак с утра и съедаете свою столовую ложку меда. Можете разделить ее на два раза. Я обычно съедаю за один раз утром. Одну столовую ложку меда – все это таким образом попадает в организм, когда там еще нет еды. Зачем мы это делаем? Потому что в желудке мед начинает свое целительное действие и начинает уже оздоравливать ваш организм изнутри. Он покрывает пленочкой желудок и воздействует на кислотность желудка. Он воздействует на сам желудок, на стенки желудка. По всему пищеводу он проходит и везде оздоравливающие действия. Горло, ротовая полость. Вы во рту должны его подержать, прежде чем проглотить. Потому что в ротовой полости он уже начинает работать. Я обо всем расскажу еще дальше. Проникает дальше, ниже, через горло по пищеводу он проникает в желудок. И все это по пути оздоравливает. Смотрите, вы должны понимать, рассматривая мед, вы должны понимать, что он очень сложный по составу. Это из основных проблем у ученых и вообще всех, кто занимается исследованием меда, как понять, как он работает. Из-за того, что мед бывает очень разный. Около 300 видов на планете находятся меды. В разных широтах собранный мед, он отличается друг от друга. Но более-менее он похож, но отличается довольно сильно. По минеральному составу в меде находится 31 примерно минерал. То есть это очень много. То есть он хорошо насыщает организм минералами. Бывают небольшие примеси, если мед собирался где-то не экологически чистом районе. Тогда в мед могут попасть еще какие-то вещества, которые из окружающей среды, загрязняющие. Там их обычно минимальное количество, поэтому просто обычно в меде все хорошо по поводу этого. Лишь бы вы не брали мед у какого-то недобросовестного пчеловода, пасечника, который собирает этот мед или у него пчелы, допустим, находятся не в экологически чистой зоне. То есть критически важно знать человека, у которого вы покупаете мед. Это должен быть проверено человеку. Вы должны прямо спросить у него, где выращивается ваш мед. Где вы живете, с каких краев вы приехали, где ваши пчелы выгуливаются. То есть пчелы, они летают в определенные участки, где они находятся, да, и они всегда летают на одних и тех же землях. И из-за этого это влияет на сам мед, на его свойства. То есть он, например, мед может быть из цветочной разнотрави, может быть гречишный мед, может быть липовый мед. И каждый из этих типов меда, он имеет определенные свойства и определенные у него, скажем так, направления, что он может оздоровить. Я не буду затравить каждый тип меда, рассказывать, что он оздоравливает. Но под этим видео, в инфобоксе, вы можете потом почитать, если вам интересно. Помимо того, что я оставлю все ссылки на исследования, которыми я пользовался. Если у вас нормально с английским, можете попробовать пройти тот же путь, что я прошел и все это сами почитать, если хотите, конечно. В меде присутствуют две основные биологически активные молекулы. Это флавоноиды и полифенолы. Вы должны понимать, что они находятся в этом, в меде. И он из-за этого действует как очень мощный антиоксидант. И это нужно знать. Это одна из фишек, которые вы должны понимать, что такое мед. Не витамины, а вот именно вот эти вещества, вот эти биоактивные молекулы. Это сильнейшие антиоксиданты. Друзья, если просто вы хотите узнать какой-то секрет хорошего, крепкого здоровья, как можно позже начать стареть, и как можно более долгую, длинную здоровую жизнь сделать, чтобы быть здоровым, и чтобы старость наступила как можно позже, то вы должны понять одну простую вещь, одну простейшую вещь. Базовый закон природы, который с этим спорить нет смысла. Потому что, во-первых, и ученые, одна из теорий старения, из ученых, рассматривается на полном серьезе. Это теория старения. И я считаю, на нее нужно обратить внимание. Хотя ученые недооценивают эту теорию. Но, друзья, когда мы с вами дышим, просто дышим, нам нужен кислород. Любому человеку на планете нужен кислород. Чем больше мы потребляем кислорода, чем чаще мы дышим, чем больше мы получаем кислорода, тем мы быстрее стареем, и тем мы скорее раньше умираем. То есть наш кислород, помимо того, что вам нравится дышать свежим воздухом, но кислород нас убивает, потому что он вызывает окисление. Друзья, посмотрите, что происходит, допустим, если оставить машину, просто на улице поставить металлическую, что с ней случится на кислороде, насколько она окисляется. Вот этот, когда вы дышите кислородом, в организме происходит окисление. С выделением свободных радикалов. То есть когда вы получаете кислород, в организме выделяют свободные радикалы, которые гуляют по вашему организму. И они могут делать определенные вредные воздействия на ваш организм. То есть это может быть вплоть до вызывания рака, например, раковых заболеваний в различных частях тела, вплоть до просто неожиданных каких-то последствий и вызывают более раннее старение. Вот эти свободные радикалы должны обезвреживать антиоксиданты, которые вы, наверное, знаете, что такое антиоксидант, да? То есть вы употребляя просто здоровое питание, фрукты, овощи, зелень, орехи, там, не знаю, но очень много продуктов, у которых есть антиоксиданты, авокадо, например. Но мед очень мощный антиоксидант, очень мощный. И он воздействует против вот этих свободных радикалов, которые получает ваш организм, да, из-за окисления. Тем самым вы просто свою старость отодвигаете как можно дальше. В среднем считается, что около 5-10 лет, только 5-10 лет можно отстрочить. Только благодаря тому, что вы будете употреблять достаточное количество антиоксидантов. Я думаю, что гораздо больше, потому что в основном пасечники, те, кто занимается медом, да, продукты пчеловодства, которые регулярно их употребляют, они в среднем живут в около 100 лет люди. То есть 100 лет, 100, 120, 90, 80 лет. Вот такой возраст в среднем у этих людей, которые, конечно, еще там ведут нормальный здоровый образ жизни, потому что не все пасечники ведут здоровый образ жизни. Употребление меда не означает, что не пойдет после этого, еще там бутылку водки не выпьет, да. Поэтому вы должны понимать, не все пасечники живут долго, но те, кто ведут здоровый образ жизни, живут долго. Так же самое, если вы понимаете уже ситуацию с кислородом, то чем меньше вы получаете кислорода на самом деле, тем вы дольше живете. Отсюда сразу же вы узнаете, почему люди живут хорошо в горах, долго живут, долго и здоровой жизнью живут в горах. Потому что в горах очень мало кислорода. И организм приспосабливается к такому количеству кислорода, тем самым он просто раньше, дольше не стареет. Вы можете приучить свой организм, просто занимаясь спортом, тренируясь, сделать свое дыхание реже. Тем самым, если будете реже дышать, то вы будете тоже свой организм оздоравливать. Антимикробная активность. Мед обладает очень сильным действием против микробов. В нем содержится перекис водорода. В той концентрации, которая позволяет не вредить вашей коже, например, но убивать ненужные бактерии, грибки, дрожжи, которые находятся на коже. Отсюда сразу вытекает вывод, да, мед хорошо работает на различных повреждениях кожи. При определенных ранах тоже можно использовать его на коже. Рекордсмен по этому всему антибикробной активности – это мед Манука. Если вы никогда не слышали, что такое мед Манука, то я очень счастлив, что вы услышали впервые это от меня, потому что это очень интересная информация. Этот мед считается королем всех медов на планете. Он находится и добывается в Новой Зеландии. Он не дешевый. Он может стоить в районе 50 долларов, может быть, за пол-литровую баночку. Этот мед добывается из древовидного кустарника Манука. И он очень сильно воздействует на микробы, которые могут быть на вашей коже. То есть, если у вас есть какие-то кожные проблемы серьезные, попробуйте воспользоваться этим медом, заказать эту баночку себе, используйте его как лекарство. Не просто взять и банку съесть там за день, да, просто лечитесь им, лечите свою кожу с помощью этого меда Манука. Мед Манука содержит фермент оксидазы глюкозы. И при контакте с биологическими жидкостями на, допустим, на коже, да, постепенно выделяется медленно перекись водорода, которая не травмирует вашу кожу, но начинает лечить вашу кожу, убивая все патогены и микроэнганизмы на коже. Друзья, мед имеет очень сильно противораковую активность. Химические вещества, которые используются для лечения рака, называются индукторами апоптозы. Вот мед является таким индуктором. В меде есть просто очень мощные противовоспалительные агенты, которые также помогают бороться с раком. То есть это еще одно из направлений борьбы с раком, да. И в меде мед сам меняет вашу иммунную реакцию. Он меняет иммунный ответ на другие патогенные вещи, которые происходят в вашем организме. Тем самым сразу же переходим к следующему вопросу. То есть да, с раком, действительно, это правда, ученые с этим согласны. Это и профилактика рака, и даже лечение рака. Но теперь переходим к плану иммунитету. Да, действительно, мед очень хорошо влияет на ваш иммунитет, повышая естественным образом количество лимфоцитов в вашем организме и количество клеток-киллеров, которые могут бороться против всяких вирусов, бактерий, которые проникают в ваш организм. Повышая даже количество антител в организме. Друзья, по поводу иммунитета. Очень интересный взгляд я нашел и очень интересная информация. Как работает еще мед на ваш иммунитет? В меде есть сахар, да. Некоторые диетологи очень умные, очень знаменитые, я слышал, которые советуют, что мед вреден из-за сахара, который там содержится. Ну, ладно, не буду комментировать. В общем, этих умных диетологов, которые так любят в Инстаграме писать какие-то умные посты. Вот этот сахар, который находится в меде, он чрезвычайно полезен. Это не просто сахароза, которую вы употребляете. Этот сахар очень полезен. Это один из самых полезных сахаров на планете вообще, мед, если не самый полезный. Вот сахар, если вы не знали, в меде он способствует подкармливанию определенных бактерий в вашем животе, в вашем пищеводе, в вашем кишечнике. Точнее, не в пищеводе, а в вашем кишечнике. То есть, этот сахар, именно этот сахар может вызывать рост определенных бактерий, хороших бактерий в вашем кишечнике, тем самым повышая ваш иммунитет. То есть, срабатывают, именно конкретные бактерии начинают расти, понимаете, что я пытаюсь донести. И благодаря именно этому сахару, который содержится в меде. Что-то похожее, интересное тоже происходит, когда, например, мать кормит своего ребенка, если вы не знали, да, грудью, то в молоке содержится сахар лактоза, да. Который не усваивается здоровыми взрослыми людьми, практически не усваивается. Но детьми усваивается и очень хорошо. Вот этот лактоза, вот этот сахар, который в молоке находится, тоже вызывает рост определенных бактерий в кишечнике вашего ребенка. Тем самым, вот этот сахар сложный, который плохо переваривается или недопереваривается до конца, они очень хорошо перевариваются, например, у детей, да, из молока. Но сахар из меда переваривается очень хорошо. Вообще мед усваивается практически на 99%. Его биодоступность практически полная. То есть все, что находится в меде, все вы усваиваете. Сахарный диабет и мед. Да, мед показан людям, у которых есть сахарный диабет и первого, и второго типа. Он вызывает довольно значительное снижение глюкозы в плазме крови по сравнению, например, с сахарозаменителями какими-то, которые могут предложить, да, у людей, у которых диабет. По сравнению с сахарозой или глюкозой, самый лучший вариант будет мед. Использовать в небольших количествах. Вообще норма примерно меда в день – это столовая ложка меда, не больше. У людей с диабетом может быть и того меньше, но столовая ложка, я думаю, не навредит вообще ни на кому, любому типу людей. Конечно же, я должен обязательно затронуть такую тему, как аллергия на мед. Потому что мед – это какой-то невероятный, просто невероятный продукт, который просто по всем системам организма вызывает выздоровление. Но у него есть минус, и это может быть серьезная аллергия. То есть если у вас есть аллергия на мед, то вы знаете об этом. И, к сожалению, да, вы, к сожалению, не можете использовать этот продукт в своем рационе. Но если нет аллергии, то, пожалуйста, начинайте использовать мед как можно раньше, как можно с более маленького возраста. Если это ребенок, давайте понемногу, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы у ребенка не было никакой аллергии на мед. Давайте ему понемногу меда с самого детства. Это сложный продукт, который, скорее всего, безопасен его в будущем от ребенка, от всех аллергий, которые могли бы быть вообще. Потому что это сильно аллергенный продукт, но если удавать с самого рождения, скорее всего, никаких проблем не будет. Если уже есть проблемы, если уже есть аллергия, тогда, к сожалению, мед вам нельзя употреблять. Но вам можно употреблять пчелиную пыльцу или же пергу. Но об этом будет следующее видео, которое ждите у меня на канале. Они гипоаллергенные, они могут вам подойти. Мед и астма. Ученый не совсем хорошо понимает, как это работает, но уже точно уверен, что мед помогает в борьбе с астмой. С бронхиальной астмой, с вообще всевозможными бронхитами. Просто употребляя этот мед, кушая прерально, употребляя внутрь, он снижает воспаление дыхательных путей, тем самым улучшая состояние у людей, у которых есть астма. Отсюда сразу же вытекает, что мед еще очень полезен для всего аппарата горла, рот, ротовая полость, бронхи. Вот эта вся часть хорошо реагирует на мед. Действительно это работает. Если у вас, допустим, болит горло, и после того, как вы сели мед, оно вас першит там, это не значит, что стало хуже, это значит, что оно работает, оно лечит ваше горло. Оно убивает всевозможные бактерии, грибки, дрожжеподобные грибки, которые могут быть в ротовой полости, парадонтиз, болезни десен. Вот это все, неприятный запах изо рта, например, это все можно убивать с помощью меда. Просто нужно подольше подержать его во рту, проглатить медленно, как бы так слюной пропитать этот мед, когда вы его едите. Не просто запили водой, а подержите во рту его медленно, медленно, медленно. Все это смочите слюной, после этого проглатываете этот мед, и таким образом будет ваше лечение. После этого не заедайте его ничем, не выпивайте сразу же воду. Возможно, там маленький глоточек воды, но пусть он побудет в вашем горле, пусть он поработает в ротовой полости. Это будет лечение и оздоровление. Диспепсия, язвенная болезнь, гастриты, всевозможные проблемы с кислотностью желудка. Все это показания к тому, чтобы начать использовать мед и утром натощак. Так как я сказал в начале этого видео. То есть вы должны использовать в своем рационе. Это помогает, это как просто оздоровление всей стенки вашего желудка, вашего пищевода. Это очень полезно. Были проведены исследования, которые сказали, что против хеликобактера пилори, это бактерия, которая прикрепляется к стенке желудка, живет в кислоте в этой, живет постоянно, с рождения, скорее всего. Или из глубокого детства бактерия может находиться в вашем желудке. Если вы не знали, об этом никогда не слышали, то попробуйте поискать информацию, от него можно избавиться. Но мед не работает против хеликобактера пилори. Он не справляется с этим. Ни мед, ни медманука не может с этим справиться. Также мед способен снизить проявление диареи, допустим. Если уже такая неприятная с вами случилась, то просто нужно поесть мед. Мед и сердечно-сосудистые заболевания. Флавоноиды, которые находятся в меде, как я вам сказал уже, они уменьшают риски коронарных заболеваний. Они снижают риски ишемических болезней сердца. Расширяют сосуды, улучшают качество показателей крови. Имеют даже такое воздействие на родительское снижение тромбоцита в организме. То есть кровь становится более жидкой, она легче чечет по сосудам. Это сразу вы должны понять и сделать вывод. Что если вы, допустим, ждете какую-то операцию, если у вас предстоит операция, то вы должны убрать продукты пчеловодства. Потому что почти все, и пчелиная пыльца, и перга, и мед, они смогут снижать количество тромбоцитов. Тем самым кровь станет более жидкой и это может вызвать кровотечение в момент операции. Это не нужно, чтобы у вас происходило. Поэтому до операции убираем полностью мед в свой рацион. Улучшение коронарной вазодилатации происходит. Помимо того, что происходит снижение рисков коронарных заболеваний всевозможных. И это очень благотворно действует на состояние вашего сердца и сосудов. Мед и неврологические заболевания. Друзья, те люди, которые употребляют мед постоянно в своей жизни до глубокой старости, они сохраняют яркое и четкое мышление. У них хорошая память, у них хорошо работает мозг, они активны. Они живут не просто долго, они живут активно. У них хорошо работает голова. И понимаете, это все способствует качеству жизни на старости лет. Когда не хочется, когда на старости какой-то недееспособны становятся. Или плохо понимают, что вокруг происходит. Какой смысл в такой старости вообще? Доказано, что мед на молекулярном уровне улучшает память. И это прекрасно, друзья. Это очень хорошо для вашего мозга и профилактика всевозможных старческих болезней с вашими мозгами. Туберкулез, икота, усталость, головокружение, проблемы с глазами, глазные заболевания. Это то, что я не буду затравить в этом видео, рассказывать подробно. Но это также можно лечить с помощью меда. И если у вас есть какие-то из этих проблем, то продолжите уже свое самостоятельное изучение. Потому что очень сложно в одном видео рассказать вообще об этом продукте, обо всех аспектах. Потому что, во-первых, он еще мало изучен. Потому что очень сложно изучать настолько сложный по составу продукт, как мед. Поэтому, на самом деле, ученые находятся еще далеко не в конце пути по поводу изучения всех свойств меда. Я вам хочу сказать свой личный пример. Я использую мед уже практически 10 лет. Это регулярная основа. И я постоянно чередую свой мед в своем рационе. Как же я употребляю мед? Как я это делаю? Я всегда круглый год я ем мед. Потому что мед есть практически всегда. Допустим, он или в твердом состоянии, или в жидком состоянии. Но мед есть практически каждый год. Вы знаете, что он хранится сотни лет. Его находили даже в пирамидах в Египте. Сотни лет при хороших нормальных условиях мед способен храниться. Поэтому он круглый год у вас доступен. Используйте мед. Я покупаю, допустим, мед в банку. И один месяц я ем по столовой ложке ежедневно утром на точак меда. Не запивая водой. Или максимум маленький глоточек буквально. Все. Теплой воды. Лучше минут 5-10. После того, как вы съели столовую ложку меда, вы ничем не запиваете. Просто походите. Так. После этого вы пиваете, допустим, через минут 10-15 теплой воды. От 300 грамм до 500 грамм каждый день. Начинайте свой день именно так. Можете добавить в эту воду еще лимон. Это будет отличным решением. Вы должны понимать, что мед, я забыл сказать в этом видео, у него довольно низкая кислотность. То есть около 3,9 у него pH. Это означает, что он имеет кислую среду. Именно поэтому он еще так хорошо работает против всевозможных бактерий. Но он имеет закисляющие свойства. Поэтому запить водой после этого, хорошая идея, через 15-20 минут запить водой с лимоном. Так как лимон имеет защелачивающие свойства. То есть вы тем самым балансируете вот этот утренний ваш прием. И так я делаю круглый год. Один месяц я принимаю мед. Следующий месяц я использую пчелиную пыльцу или пергу. Потом опять я использую мед. И так я чередую. То есть 6 месяцев в году я, получается, ем мед. Через месяц. Зачем нужно чередовать? Потому что это общее правило, законы использования пчелопродуктов. Вы должны чередовать все эти продукты пчеловодства. Вы не должны на каком-то одном постоянно сидеть. Потому что чрезмерное количество веществ, которые содержатся в меде. И это может не очень хорошо повлиять на работу вашего организма. В плане нагрузки на почки, например. Так как пчелиная пыльца, перга, мед в больших количествах будет нагружать ваши почки. Если вы будете на них сидеть постоянно. Поэтому не нужно. Это действительно может нагрузить серьезно ваши почки вплоть до серьезных проблем с ними. Друзья, будем закругляться. Еще от меня пару рекомендаций по поводу выбора меда. Как я сказал, найдите своего человека, у которого вы покупаете мед. Я такого нашел. Я покупаю у него мед уже 10 лет. У одного и того же. Не меня. Постоянно у одного и того же человека. Смотрите, есть разный мед. Я под этим видео сказал, что я оставлю описание определенных болезней, которые можно лечить этим медом. Мне не нравится говорить о болезнях. Мне нравится говорить о здоровье. В целом организм будет становиться здоровее. Но вернемся по поводу выбора меда. Я выбираю мед, стараясь выбирать чередовать. Опять же, все-таки. Разный месяц, разный мед. Просто по вкусу мне нравится. Но вы должны знать, что темный мед темного цвета имеет в своем составе больше антиоксидантов. Это доказано ученым. И это означает, что он имеет более, скажем так, сильное воздействие на ваш организм в плане борьбы с свободными радикалами. Потому что чем больше антиоксидантов, тем больше этой борьбы. Если у вас в рационе и так много антиоксидантов, вы, допустим, просто хорошо питаетесь зелень, там, все возможные продукты, в которых есть антиоксиданты. Не так будет критично. Вы можете покупать, в принципе, любой мед. Но если вы хотите немножко сбалансировать это, то берите просто тогда темный мед. Друзья, на этом все. Я надеюсь, я, ну, в принципе, я знаю, что это видео должно было быть полезным для вас. И мне просили записать его. Вы можете пересматривать периодически, да, возвращаться к нему. Я буду обновлять какую-то информацию интересную, если буду что-то там интересное находить еще. Буду под этим видео всегда обновлять информацию и оставить какую-то полезную новую инфу вам, да, для своего там изучения, например. Ну, а на этом все. До встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok